МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Полторы тысячи штатных юристов, 538 офисов бесплатной правовой помощи Министерства юстиции по всей Украине, более трех тысяч адвокатов ежедневно решающих ваши проблемы. Задайте свой вопрос. Вы имеете право". МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В 2014 году мой брат, гражданин России, приехал ко мне в Украину, да так тут и остался. Он живет у меня и территорию Украины не покидал. Нарушаем ли мы закон? Очень часто возникает вопрос, когда люди длительный период времени проживают на территории Украины и в дальнейшем понимают, что они нарушили законодательство. Михаил Харин, 31 год, юрист, правовед и магистр экономики. Окончил Киевский национальный университет внутренних дел и Национальный торгово-экономический университет. Работал следователем. В системе бесплатной правовой помощи работает с 2015 года. Возглавляет региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи Киева. Юридический стаж 9 лет. Потому что все иностранные граждане, в том числе и граждане России, они обязаны регистрироваться в Украине. И законодательно определено 90-180. Многие об этом знают. Это 90 дней пребывания на территории Украины. После этого 180 дней надо уехать с территории и опять вернуться. Вот только в таком случае это будет законное пребывание, безвизовое пребывание. Иначе необходимо действительно, чтобы получать вид на жительство. Вид на жительство, он может быть как временный, так и постоянный. Есть 4 очереди. И граждане иностранных государств, чьи родственники проживают на территории Украины и являются гражданами Украины, они есть в первой очереди на получение вида на жительство. Соответственно, необходимо брату обратиться в органы миграционной службы для получения разрешения на иммиграцию. Либо также это можно обратиться в посольство, консульство, получить разрешение на иммиграцию и в дальнейшем оформлять вид на жительство, дабы спокойно существовать на территории Украины. Так как, если он живет с 2014 года, прошел уже очень длительный период времени, понимаем, что у него есть и работа, и какие-то, может, родственные связи. Но именно получение вида на жительство даст ему права, которыми пользуются граждане Украины. Это и официальное трудоустройство, это и оформление всех договоров. В нашем случае, если он с 2014 года и прошло уже давно 90 дней без визового пребывания, то он нарушил все законодательные нормы. И более того, если он не докажет документально важность пропуска этого срока, то ему еще грозит административное правонарушение. Из-за этого необходимо немедленно обращаться в органы, миграционные службы, оформлять изначально это разрешение на иммиграцию, в дальнейшем это оформлять вид на жительство. Вид на постоянное жительство, оно дает более полный спектр прав для гражданина, нежели вид на временное жительство. Из-за этого каждый должен смотреть по своим необходимости и уже определяться с тем, как ему необходимо оформить этот документ. Это важно, и никто не знает, как повернется у кого судьба. Может, действительно, ему надо будет выехать, а может быть, чтобы не возникло проблем, потому что есть проблемы по пересечению границы Украины гражданам Российской Федерации, мужского пола. Все же это знают. А здесь у нас человек живет с 2014 года. Это действительно будет очень долго. Долгая еще дополнительная процедура, чтобы ему предоставить вид на жительство, потому что будет смотреть, когда он пересекал границу, пересекал ли он границу с оккупированной территорией, пересекал ли он границей с Крымом. И это все будет проверяться соответствующей комиссией, и в дальнейшем будет определено, дадут ему вид на жительство или нет. Но если он брат гражданина Украины, то он в первую очередь получение, и у него больше шансов, нежели у кого другого. Если определяют, что он действительно незаконно пребывает на территории Украины, то да, его депортируют. В 2019 году умерла моя гражданская жена, с которой мы проживали одной семьей без регистрации брака с 1983 года. В 2020 году я обратился в суд для установления факта проживания одной семьей с гражданской женой для дальнейшего принятия наследства. Получив решение суда, я обратился к нотариусу с заявлением о принятии наследства. Однако нотариус мне сообщил, что соответствующее заявление уже подала сестра умершей, и она является наследницей второй очереди, а я четвертой очереди. Однако именно я совершал попечительство за наследодателем, содержал ее материально и самостоятельно похоронил. Как быть в такой ситуации? Гражданским кодексом Украины предусмотрено, что наследники приступают к наследованию в порядке очередности. Елена Маньковская, 31 год, юрист, магистр права, закончила Национальную академию внутренних дел с 2016 года в системе бесплатной правовой помощи Министерства юстиции Украины. Заместитель директора правобережного Киевского местного центра по предоставлению бесплатной правовой помощи юридический стаж 6 лет. Ко второй очереди у нас относятся родные брат и сестра умершего человека, а также бабушка и дедушка, как со стороны отца, так и со стороны матери. И только в четвертую очередь являются наследники, которые проживали одной семьей с умершим человеком до момента открытия наследства. Поэтому действия нотариуса являются правомерными. Нотариус не может вам выдать свидетельство о праве на наследство, если вы являетесь четвертой очередью, когда есть заявление от сестры, то есть человека, который является вторым по очереди. Однако, статьей 1259 Гражданского кодекса Украины предусмотрено, что наследники последующих очередей имеют право приступить к наследованию и изменить порядок очередности. Для этого нужно обратиться к нотариусу вместе с заинтересованными лицами наследниками, в данном случае с сестрой, и заключить договор о изменении порядка очередности наследования. Но в данном случае сестра должна дать согласие на то, что она не против, чтобы вы также принимали участие и получили наследство от ее сестры. В том случае, если сестра отказывает, вы имеете право обратиться в суд и инициировать вопрос об изменении порядка очередности. В данном случае физические лица, которые совершали уход, обеспечивали наследодателя, имеют право обратиться в суд и изменить последовательности очереди. Но при этом в судебном порядке нужно доказать, что в течение длительного срока вы принимали участие в содержании, обеспечивали, предоставляли материальную помощь умершему человеку, который в результате, например, тяжелой болезни или преклонного возраста не мог самостоятельно себя содержать. Также гражданским кодексом предусмотрено, что если у вас есть документы, которые предусматривают то, что вы совершали материальный уход, то есть, например, оплачивали коммунальные услуги, оплачивали медикаменты вашей гражданской жены, если она нуждалась в проведении какой-либо операции, вы оплачивали эти все операционные вмешательства. И также другие документы, которые подтверждают, что именно ваши средства и шли на материальное обеспечение вашей гражданской жены, вы имеете право обратиться к наследникам, то есть в данном случае к сестре, с предложением о том, чтобы сестра возместила понесенные вами затраты на материальное обеспечение вашей гражданской жены. Но гражданским кодексом предусмотрено, что сестра может возместить разумные расходы на материальное обеспечение и содержание ее сестры только в рамках трехлетнего срока. То есть вы можете собрать документы за последние три года и непосредственно предоставить чеки и эти все документы сестре для того, чтобы сестра возместила понесенные вам затраты. Также, если у вас есть документы или договора, в том числе и чеки, которые подтверждают, что вы непосредственно самостоятельно осуществляли захоронение вашей гражданской жены, вы также имеете право предоставить эти документы сестре умершей для того, чтобы она возместила понесенные вами затраты на захоронение и на обеспечение вашей гражданской жены. Я нахожусь в декретном отпуске. Вчера звонил мой работодатель и сообщил, что ООО, в котором я трудоустроена, ликвидируется. Какие мои дальнейшие действия и на что я имею право? В соответствии с законодательством Украины при ликвидации любого предприятия уведомление о увольнении сотрудников должно быть как минимум за два месяца. Александр Баранов, 44 года, три высших образования, экономист, инвестиционный менеджер и магистр права. Возглавляет координационный центр по предоставлению правовой помощи Министерства юстиции, ответственный за развитие новых сервисов, в частности, восстановительного правосудия и медиации. Юридический стаж – 8 лет. При самом увольнении выплачивается вся задолженность, которая есть, и минимум средняя заработная, одна средняя заработная плата как компенсация при увольнении по инициативе работодателя. В случае же с людьми, которые находятся в декретном отпуске по уходу за ребенком до 3 или до 6 лет, здесь возникают еще некоторые обязательства работодателя – обязательства трудоустроить декретного сотрудника. И эти обязательства, в принципе, реализуются через фонд занятости, например. И точно так, все остальное остается точно так. Нужно предупредить сотрудника, во-первых, за два месяца, во-вторых, выплатить ему всю задолженность, если она есть, по заработной плате, неиспользованный отпуск, пособие в размере одного средней заработной платы и, в принципе, все. Если работодатель не придерживается установленной процедуры, то в судебном порядке можно оспаривать как дату увольнения, если сотрудник не был уведомлен за два месяца до увольнения, так и суммы компенсации, которые он должен получить. Опять-таки, в судебном порядке можно обратиться, если сотрудник не согласен с той суммой, которую определил работодатель. Таким образом, суд может принять решение на пользу сотрудника. Вас имеют право уволить только в том случае, если предприятие ликвидируется. И предприятие не ликвидируется моментально. Если директор говорит, что ООО ликвидируется, это не значит, что завтра в один момент ООО исчезнет. Процедура ликвидации достаточно большая, она емкая сама по себе. Происходит проверка разными органами, в том числе органами, которые отвечают за соблюдение прав сотрудников на предприятиях. И в любом случае есть время обратиться, если ваши права нарушены при увольнении, обратиться для восстановления ваших прав. Вы можете сделать это самостоятельно, а можете обратиться в систему бесплатной правой помощи, если вы есть субъектом вторичной правой помощи, вам предоставят юриста или адвоката, который будет представлять ваши интересы. Умер мой отец, после него осталось наследственное имущество, я единственный наследник. Я долгое время находился за границей, когда обратился к нотариусу, узнал о наличии завещания, которое при жизни составил отец. Но нотариус отказал выдачи свидетельства о праве на наследство в связи с пропуском сроков. Как решить эту ситуацию? Со дня смерти родственника, наследодателя, у наследников есть 6 месяцев обратиться в нотариальную контору. Такое заявление должно быть нотариально удостоверенным, то есть письменным. Елена Вдовыка, 41 год, юрист и адвокат, магистр географии и менеджер международных исследований. Работала регистратором недвижимого имущества в БТИ с 2015 года в системе бесплатной правовой помощи Министерства юстиции Украины, начальника дела правопросвещения и оказания бесплатной правовой помощи Белоцерковского местного центра. Юридический стаж 10 лет. Заявление нужно подавать по месту, последнему месту проживания наследодателя. Но если вы находитесь в другой точке страны, то такое заявление вы можете подать в любую нотариальную контору, а потом отправить его почтой. Также это можно сделать и за пределами Украины. Для этого и существует консульство или посольство. И как раз в вашем случае нужно было обратиться в такие учреждения. Так как вы уже пропустили 6-месячный строк, то, конечно, вам сейчас нужно обратиться в Украине уже к нотариусу по месту, последнему месту проживания наследодателя, получить официальный отказ о вступлении в наследство и обратиться в суд с исковым заявлением о предоставлении дополнительного срока для вступления в наследство. Вот как раз при подготовке такого искового заявления вам нужно будет оговорить, почему вы вовремя не подали заявление о вступлении наследства. Незнание того, что существует завещание, не является такой причиной, важной причиной пропуска подачи заявления. Поэтому здесь вы можете говорить о характере вашей работы, например, что вам запрещено покидать какой-то округ, или, например, вы находили длительное время в плавании. Все зависит от тех причин, почему действительно вы не подали такое заявление. После того, как иск будет удовлетворен, вам будет предоставлено, как правило, 2-3 месяца для подачи нового заявления. Вот здесь будьте внимательны, если вы вдруг опять пропустите дополнительный срок для подачи заявления, второго шанса у вас не будет. Ответчиками в таких делах будут органы местного самоуправления. Для подачи искового заявления как раз вам нужно будет подать, например, трудовой контракт или, например, загранпаспорт, который говорит, что вы находились за границей и не могли выехать, или, например, переехать в другую страну или округ для подачи заявления. Вот именно те документы, которые относятся по характеру вашей работы, которые не разрешали вам покинуть место работы, скажем так. Свидетели в таких делах не нужны. В кратчайшие сроки нужно обратиться к нотариусу, не затягивать, получить этот отказ и обратиться в судебное заседание. Консульства, посольства, дипломатические учреждения как раз занимаются тем, одним из видов их работы, что не принимают такие нотариальные заявления, и они даже могут выдавать свидетельства о наследстве. Если вы не можете переехать в Украину, получите вы здесь. В 2020 году я переболела COVID-19 на неподконтрольной территории. В апреле 2021 там же я вакцинировалась российским спутником. Почему я должна проходить тест на пункте въезда выезда с неподконтрольной на подконтрольную территорию? У меня нет денег на дорогостоящий смартфон, где надо устанавливать приложение ДИА и оплачивать тест. В конце мая украинская сторона на КПВВ Станица-Луганская не пропустила меня и теперь из Ордло мне позволят выехать только через месяц. Выпускают раз в 30 дней. Деликатность ситуации обусловлена, скорее всего, время. Василий Романюк 28 лет. Главный специалист Правобережного Киевского бюро правовой помощи. Закончил Академию адвокатуры Украины. Магистр права помогает переселенцам и беженцам. Свободно владеет английским языком. Юридический стаж 5 лет. Потому что состоянием уже на сейчас Украина находится в зеленой зоне. Соответственно, согласно постановлению, не требуется никаких ни документов подтверждающих вакцинацию, никаких ограничений нет. Въезжать на территорию, на подконтрольную территорию Украины возможность сейчас уже есть. По состоянию на май были определенные сложности, потому что территория Украины не находилась в зеленой зоне полностью, бесповоротно. Соответственно, были введены определенные ограничения. Если говорить о вакцинации, спутник не входит в перечень вакцин, которые позволяют пересекать границы стран Европы. По поводу отсутствия средств к додатку ДИА. Здесь нужно понимать, что законодатель предоставил альтернативу. В данном случае это обсервация. В случае, если вы, пребывая на обсервации, сдаете негативный ПЛР или экспресс-тест, то в данном случае обсервация автоматически прекращается, и вы далее вольны въезжать на подконтрольную территорию Украины. Еще раз подчеркну, что сейчас состоянием на данный с новым штаммом Дельта. И так как опыт прошлых лет показывает, что даже большие послабления не могут привести к дальнейшему взрыву заражения, нужно быть осторожным, внимательным, держать руку на пульсе всех событий и следить за информацией обновляющей, которая регулирует процедуру въезда и выезда на ИС территории Украины. Смотрите в следующем выпуске программы «Имею право». Я гражданка Украины. Моя мама является гражданкой РФ и проживает на ее территории. Я хочу вместе с несовершеннолетней дочерью поехать к маме. Какие документы мне необходимо собрать для пересечения границы между Украиной и Российской Федерацией? Свой вопрос вы можете задать, позвонив на единый номер системы бесплатной правовой помощи 0800-213-103, скачав мобильное приложение «Бесплатная правовая помощь» или обратившись непосредственно в один из 538 офисов бесплатной правовой помощи в вашем регионе для личных консультаций. Также вы можете задать свой вопрос на телеканале «Дом» в Ютюбе или в Фейсбуке в комментариях под этим видео, либо написав на личную почту проекта «Имею право, собачка, канал Дом ТВ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова